как продать акции в кит финансов это самый частый комментарий у меня под роликами у кит финансы и в этом видео я решил сделать небольшой обзор по функционалу квк как раз таки в этом видео я и покажу вам как продать и купить акции я в этом видео буду покупать парочку акций уже купил но оставил деньги чтобы показать это в режиме реального времени чтобы вы разобрались как их не только продать ну и покупать я буду именно покупать а продавать это все точно также как и покупать поэтому я думаю вы справитесь как говорится не маленькие дети и сможете все продать именно настройкой к века в этом ролике мы не будем заниматься почему потому что я дала сошли инвестор и мне хватает вполне себе то что там есть просто нужно разобраться с функционалом какие кнопки нажимать и все мне кажется настраивать хорошо к вы к это уже для трейдеров такие видео на ютубе есть вы можете их найти плюс нужно понимать возможно скоро появится мобильное приложение нам не придется пользоваться этим к вы ком который сейчас на та версия которая сейчас и в том виде в котором он сейчас в принципе мне пока будет хватать до мобильного приложения если она будет бесплатная с удовольствием перейду на мобильное приложение если платная как говорится нам не нужны излишки мы будем сидеть в этом старом терминале пока не будет бесплатным мобильное приложение и данные функции которые я в этом видео покажу они как раз таки подходят для досрочных инвесторов я например досочный инвестор надеюсь у меня таких на канале много помимо тех кто постоянно голосе все что плохо данное видео как раз таки вам поможет но с вас лайк супер полезному контенту и также подписка на мой канал если не хотите пропустить следующие видео полезным по кит финансу у нас уже огромное количество роликов и так было пока и финансу давайте наберем хотя бы 400 лайков данному супер скому видео потому что кит финанс мало кто обозревает на youtube канале давайте сейчас перейдем в эту программу я в режиме реального времени покажу что куда там нажать и какие там есть функции также сделаю парочку покупок тоже в режиме реального времени погнали значит данное видео будет у нас полезно для новичков которые только зарегистрировались кит финанс или только открыли квык кит финанс и хотят например продать свои акции очень многие спрашивают как продать и вывести деньги значит как вывести деньги я уже записал видео в принципе как продать я тоже показывал но сейчас все детально я вам покажу я сделаю небольшой такой экскурс по функционалу этого квыка значит настраивать мы данный квык не будем потому что я сам еще не разобрался я уже об этом говорил для того чтобы настроить ищите видео на ю тубе а вот так вот чтобы не заморачиваться с настройками не искать эту информацию для тех для кого лень но те кто спешат например или хотят быстро купить или продать акции или хотя бы в таком в лайтовом режиме разобраться вот в программе я вам сейчас покажу просто основные кнопки и небольшой такой обзор то что хватает мне когда на срочному инвестор и хватит вам трейдером там более замороченным людям в принципе возможно стоит и поискать видео для тех кто здесь собирается в принципе торговать кому интересно например gdr а так можно это все делать и на российских акциях так как я здесь буду покупать мало акции потому что риски большие и не отдала сочин инвестор хватит этого то что я здесь покажу в принципе вам этого будет тоже достаточно и так значит смотреть я пополнил сегодня счет и у меня еще осталось немного денег вот видите 621 рубль сейчас мы купим пару акций на эти деньги я покажу как их купить соответственно что у нас здесь есть у нас здесь есть допустим если мы наведем на любую из акций например так которые не торгуются чтобы вы понимали видите написано то что купить 0 если написано купить 0 значит просто торгов по этим бумагам нет мы никак их не купим то есть некоторые заходит и нажимают я не могу продать у меня ошибки ребят видите купить вы не можете написать вот если мы возьмем например тот же самый мать и дитя видите купить мы можем одну и продать мы можем здесь хоть и написано что продать мы можем но продать мы их не можем просто нужно ориентироваться на вот этот столбец где купить если мы не можем купить соответственно мы и не можем продать несмотря на тоже здесь написано как у количества мы как бы формально можем продать а вот гдр ки видите где у нас два например вот в киеве мы можем купить и сколько у нас всего это первое теперь а второй момент какой нужно знать нижнее вот это поле у нас здесь это я уже рассказывал повторюсь еще балансовая стоимость это та сумма за которую вы покупали ликвидные средства это те средства которые сейчас вам доступны но формально доступно сюда и вшиты кстати активы которые не работают ну и те которые у нас торгуются более детальная инфа уже в личном кабинете где идет обновление про это я тоже уже говорил здесь прибыль за день это процент от прибыли шарты лонги это я не знаю это все для трейдеров статус нормальный это я не знаю что означает требования то вроде как долги нету и вот свободные средства 621 рубль также они у нас здесь вверху дальше теперь самое основное что нам нужно знать как купить или продать мы наводим на любую в принципе бумагу вот здесь вот так вот левой кнопкой мыши или можно сразу же там правой кнопкой мыши и когда мы нажимаем правой кнопкой мыши у нас появляется вот такое меню например здесь мы можем новую заявку создать и мы можем заявку стоп заявку создать мы можем поставить график мы можем посмотреть стакан информацию об этом инструменте просто обновить сразу например нажимаем обновить и здесь все сразу же котировки мгновенно обновляются, но и другие разные функции вы здесь разберетесь также тут и настройки можно всякие сделать, но это опять же, надо разбираться нам самое основное что? Подать заявку новую, это купить, продать или посмотреть, допустим, график в моменте, например, нажимаем, вот график допустим, это не торгуется, вот по пятерочке возьмем, так, нам нужен график нажимаем правой мыши, нажимаем например, график и объем, и вот так вот высвечивается вот такой здесь график, и мы можем посмотреть, вот так помотать и вот в таком режиме, как вернуться нам обратно, как вернуться нам обратно чтобы нам вернуться обратно к нашему портфелю я всегда нажимаю вот этот портфельчик с деньгами он всегда нас, видите, создание таблиц состояния счета, он перекидывает нас на состояние таблицы счета, я всегда делаю через него может быть, можно будет через нижние вкладки здесь портфель основной рынок сейчас мы еще до них доберемся, но я делаю вот так также можно здесь все отсортировать, например тут вот, разницу, кто например, видите, на увеличение разница, то есть это какие убытки больше всего мне сейчас приносят, например больше всего мне сейчас у меня в убытках например, пятерочка, потом эти инти, но несмотря на что они не торгуются потом, алибаба, также мы можем нажать сюда, у нас будет сортироваться по-другому, например, кто больше всего нам создал прибыли, да, например но опять же, половина здесь не торгуется чтобы вернуть все обратно, как было, нажимаем опять на портфельчик все, вот у нас в стандартный режим который здесь зашит, перекидывает также и с остальными здесь стоимостью, с балансовой стоимостью все это вы можете поиграть допустим, вы хотите какие-то купить акции, вы можете сюда нажать допустим, вот так дважды и увидите, каких акций вы можете купить больше всего из тех, которые у нас торгуют мы обратно портфельчик, все, мы возвращаемся, я думаю, с этим понятно разберемся, что еще хотел сказать, тут у нас есть глюк вот эта система, я так и не знаю вот это USD, томру, рубль торги, я так понял, сюда рублем запхнули, не знаю, может быть они здесь так и должны, и также здесь еще у нас есть, например, где-то тут у нас был, вот он, ВТБ, я не знаю, почему это все здесь находится, может быть этот глюк посмотрим, вы видите, они вот таким каким-то цветом, не зеленым может быть, со временем они уберут это, я написал им, что-то они мне пока не отвечают, посмотрим, может они доработают также еще до сих пор у меня Тайсон Фуд здесь не появился, если вы посмотрите также вот тут есть все позиции, если мы наберем открытые позиции, я не знаю, в чем это отличается, единственное, что я вижу здесь пропадает вот эта система, ВТБ и этот USD, чисто наши позиции также вот и здесь вот можно обновить таблицу, так обновляем, видите, все котировки обновляются, тоже удобно, можем нажать вот здесь чтобы все обновить, обеспечение это я, например, еще пока не разобрался, давайте сейчас купим одну акцию, поставим заявку, вот сейчас я вам покажу, как делать заявку, давайте, я вот хотел взять фикс прайс одну акцию, она сегодня упала, нажимаю правой кнопкой, нажимаю новая заявка также, кстати, можно новые заявки делать очень удобно, например, не через правой кнопки, вот здесь вот у нас есть да, вот так вот мы обновляем, также можно, например, мы выбрали, например, сейчас фикс прайс и просто вот здесь вот у нас есть, например, инструменты разные и вот, видите, здесь поставить новую заявку, так, снять выбранную заявку, очень удобно заменить выбранную заявку и, например, поставить новую стоп-заявку, мы нажимаем сразу же поставить заявку и вот у нас выкидывает инструмент, мы будем брать фикс прайс, если вы хотите что-то другое брать, вы можете вот здесь вот, он в первую очередь, видите, GDR-ки, которые торгуются подсказывают, он старается нам предугадать, что мы можем или хочем купить, и тут очень много вообще всяких компаний, вплоть я даже не знаю до первого эшелона, дофига тут короче всего, поэтому вы можете сами это все здесь поискать единственное здесь вот минус, то что нельзя, например начать вводить название чтобы он быстрее его нашел то, что нужно, приходится вот так вот искать, а по какому тут он алфавиду я не знаю, ну ладно, это не столь важно, если под тикер вы знаете, то вы разберетесь, значит здесь у нас стоит продажа, вот вы можете нажать кнопку да, и дальше подтвердить, и вы продадите и здесь выбрать количество я буду покупать, продажи делаются тоже так же, как покупка, здесь вот у нас торговый счет присылается автоматически, я не знаю, сменить нельзя, и я ставлю цену, давайте я сейчас поставлю у нас сколько у нас на улице, 23, 29 вот в моменте я поставлю 320 рублей специально, чтобы заявка сразу не сработала чтобы вам показать кое-какие здесь еще моменты, чтобы вы могли ориентироваться так же, если вы галочку поставите, вы можете поставить по рыночной цене я нажимаю да и здесь мы внимательно проверяем, здесь у нас влетает вот такое окно, вы действительно желаете выполнить транзакцию, вот заявки здесь класс, то что это на московской бирже фондовый рынок Т плюс время и здесь вот акции и департатарный расписки инструмент какой у нас написано транзакции, вот этот наш счет, и здесь вот лимитная покупка, и здесь цена 320 рублей, мы поставили количество и один лот, и условия исполнения, поставить в очередь клиента код, нажимаем ok и нам оставляют, что наша заявка зарегистрирована и вот смотрите, что у нас теперь есть, теперь у нас есть вот здесь вот в разделе покупка висит одна и она будет висеть здесь до тех пор, пока не купится денежные средства у нас остались те же, а вот свободные средства у нас уже видите, осталось 300 рублей то есть вот эти деньги на покупку зарезервированы что еще у нас здесь есть вверху вот эти тоже панели, очень интересные например, вот это создать таблицу клиентской портфели я, например, так и не понял, что это здесь наши входящие активы плечо, шарты, ланги, это я до сих пор не понимаю скорректированная маржа тоже много здесь не понятно, вот время t0, t1, tx, что это означает здесь вот сколько у нас, я так понял, сейчас ликвидные средства, какая прибыль, изменения это вот что-то тут, короче, очень все это связано с нашим портфелем это раздел я не очень понял, ладно, но это не суть вот создать таблицу по инструментам здесь я тоже не совсем понял, что вот это но есть вот интересные вкладки, например, вот это здесь она у нас называется создать таблицу по деньгам и вот здесь вот очень интересно, то что входящий остаток был по 540 рублей это текущий остаток, вот это то, что у меня было с утра у меня, я 2500 докинул, по 3040 стало и дальше вот 621 сейчас у меня, да заблокировано 320, это на покупку заблокировано и получается у нас доступно вот сейчас 300 рублей а было вот так вот, то есть было с утра t0, потом t1, tx, тут наверное как-то это меняется по времени утром, день, наверное, не знаю, полдень, пока еще не понял причем это не понятно, дальше вот это тоже интересно создать таблицу стоп-заявок если у вас были стоп-заявки, они у вас будут здесь вот здесь вот у нас таблица именно ваших заявок вот так очень удобно, здесь вот видите, какие заявки у вас были вот сейчас вот у меня есть заявка покупка фикс прайса 320 рублей, вот количество одна и остаток 1 320 рублей активно, вот тут если сейчас я увеличу здесь вот эта заявка еще активно, это мой клиентский номер брокерского счета здесь, видите, я сегодня уже купил европейский медицинский центр я купил мать и дитя, я купил глобал транс, я купил пятерочку видите, количество по одной и уже остаток 0 это вот объем и здесь исполнено, видите, эти заявки исполнены это еще активно, очень хорошо ориентироваться и вот здесь вот это у нас табличка с созданием таблицы сделок здесь у нас уже все наши сделки, то есть вот это здесь те акции, которые мы, как говорится, купили очень удобно и очень хорошо дальше мы нажимаем опять на портфельчик и попадаем на свой портфель также мы можем, например, теперь отменить заявки вот, например, я не хочу фикс прайс покупать по этой цене но ждать, я хочу, например, купить час вот здесь вот можем, например, у нас есть кнопка если мы правой кнопкой мыши нажимаем у нас здесь есть снять все заявки нажимаем и вы действительно хотите снять все заявки нажимаю, да? все, снята одна заявка нельзя снимать 0 и вот видите, у нас где фикс прайс был то у нас была единица нет, видите, все, получается снято и вот свободные средства вернулись у нас 621 так же стало, как и здесь очень просто и очень легко теперь давайте все-таки купим по такой цене, какая она есть так, мы нажимаем правую кнопку либо я говорю через панель вверху нажимаем, нам нужна новая заявка мы будем, в принципе, ставить лимитную заявку у нас покупка количество одна штука вот 321,9 ну и здесь 321,9 должна купиться сразу может быть нет нажимаем ОК и заявка зарегистрирована и вот мы ждем должна у нас совершиться покупка вот-вот возможно придется подождать потому что цена может улететь вверх вот что она сейчас и сделана видите, сейчас она чуть-чуть у нас стала уже дороже так, значит, пока заявка наша исполняется у нас еще есть 296 рублей мы значит, что мы еще купим я еще хотел купить либо полиметалл сколько он еще стоит 267 либо одну акцию киви несмотря на то, что полиметалл укатали все равно я чуть-чуть дорискнули на небольшую сумму и киви у нас 296 296 получается нет, на киви нам не хватит 296,5 и здесь 296,9 но может быть комиссия брокера и биржи нам хватит ладно я рискну возьму все-таки еще одну акцию все-таки полиметалл так уж и быть будет у меня 21 так новая заявка так покупка количество я поставлю одну штуку ОК и так у нас покупка одна ОК так заявка зарегистрирована и здесь также у нас еще видите средний например вот фикс прайс у меня сейчас средняя сколько вот фикс прайс кстати вот он уже купился видите средняя у меня была 303 стало 313 теперь увеличилась видите все покупка прошла и вот допустим полиметалл нет еще не купился у меня 20 акций видите у меня средний 1231 он сейчас купится посмотрим какая будет у меня средняя она уменьшится это средний вот она заявка еще висит не купилась внизу у нас есть вот такие разделы здесь что основной рынок этот раздел ничем от этого не отличается единственное тут вверху что-то меняется например если мы нажмем портфели то тут вот можно какие-то заявки делать если мы нажимаем основной рынок что-то тут меняется пока я не понял графики тоже здесь если нажимать графики у нас убираются вот эти ненужные системы и как его называется и втб и тому подобное дальше например валюта и металлы здесь интересный раздел у нас мы можем посмотреть выбрать любое как торги долларом здесь евро у нас китайским юанем здесь вот верхний график это относится вот к валюте а нам нужен например евро и вот здесь вот появляется график у нас евро евро том это и вот здесь вот очень интересно есть инструменты мы можем покупать металл серебро вот он график сразу видите появился здесь также вот этот контракт золото покупать видите за это говорят хороший инструмент за место и тф такое биржевое золото бумажное спрейт в общем по-моему небольшой какая тут комиссия я не знаю надо почитать вроде один не то два процента вполне как вариант за место и тф например которые от феникса были и омс там гораздо больше спрейда и остальную кому электронное золото вот как вариант надо попробовать изучить тоже этот инструмент и здесь вот другие таблицы то есть если мы здесь что-то покупаем вот здесь у нас будет отображаются эти заявки они у нас здесь будут висеть ну и чтобы нам вернуться опять в наш портфель мы нажимаем либо вот так если вылетает вот это окно бывает сразу перекинуть я обычно закрываю и тогда нажимаю вот здесь вот опять на портфеле и я попадаю опять в свой портфель заявка по полиметаллу мне так и висит ну вот в принципе краткий экскурс для обычных долгосрочных инвесторов я думаю этого хватит пока что моего видео а там дальше возможно выйдет приложение и все будет гораздо проще как в Сбербанке здесь находится история наших действий но на этом я буду видео заканчивать сразу скажу когда вы будете загружать квыка вот здесь будет белый экран он может быть очень долго ребят надо ждать чтобы у вас получается он прогрузился может прогрузиться так что здесь например могут быть по американским акциям нули это глю переразгружайте заново если будет то же самое то нужно подождать я бывает на следующий день зайду или через 3-4 часа зайду все выравнится бывает что-то не подгружается либо какой-то сбой нужно со временем подгрузить либо заново зайти а так все подгружается у кого нет балансовой стоимости у кого нету кажется средних я думаю это все внедрится у вас и появится так же как и у меня говорится всему свое время но если вы досмотрели до этого момента и по каким-то причинам еще не поставили лайк или забыли то рекомендую поставить напомню давайте хотя бы 400-500 лайков наберем делитесь данным видео с своими друзьями возможно их тоже активы перевели они не знают как действовать квыки как продать как купить и тому подобное пишите комментарии чем смогу тем помогу ну а с вами на связи как всегда был Фокин Евгений всем пока друзья увидимся на прострок интернет но если вы еще не подписаны то рекомендую подписаться на мой youtube канал всем профита